Ну что, ребят, всем привет! Я продолжаю развлекаться здесь в Нью-Йорке и ходить на всякие мероприятия. Вот, например, сегодня я пришел на презентацию фильма. Это про то, как создавался альбом The Rainbow у Кеши. И вот стоит очередь, вы видите, здесь, позади меня. И вот очередь продолжается, в общем, еще с этой стороны улицы. Расскажу, как все это проходит. Проходит все в Apple Music в одном из зданий здесь, в Нью-Йорке. Расскажу, что происходит внутри, какие были мои ощущения от фильма, от просмотра. Вот, так что не переключайтесь, смотрите это видео до конца. Пока стою здесь в очереди, прослушаю ее как раз-таки музыку, клипы и вникаю в всем ее творчеством. Ну все вроде как, очередь двигается. Мы же заходим. Но ребята, конечно, здесь не самые такие ординарные пришли сюда, на этого артиста. Вот, так что я посмотрю, что будет внутри. Поздравляю и вас, и нас, и всех, что мы зашли сюда внутрь. Смотрите, вот сейчас я вам покажу, что здесь есть из развлечений. В общем, из развлечений тут можно взять бесплатные напитки, попкорн. Можно, там дают всем карамельный или там обычный. Вот здесь можно пофоткаться. Фотки распечатывают. В общем, такие развлечения перед фильмом. Дому я осталась уже миллион 30. Вот, здесь можно посмотреть свои фотки, оставить их на почту. А также здесь их распечатывают. Логанечко. Как раз посмотрите, моя фотка. Вот она. Хочу вам показать, что вот такой раздатки тоже. В общем, дают попкорн, как я вам уже говорил. Еще есть такие желешки. Мизлорс называется. Я раз вижу. И какие конфетки? Лисерс. Окей. Еще был батончик. Пористый шоколад. Вот находится что это в раздатке. Доразился будет еще спрайт. Сейчас будем заходить в театр. Театр не очень большой. Но я бы сказал, уютный. Честно говоря, я не понял, почему мне достался последний ряд. Потому что я стоял в очереди где-то в середине. По-моему, в принципе, они давали билет. Это тоже непонятно. В общем, вот пока сидим, ждем. Начало фильма. Далее я вам скажу уже про свои эмоции, которые я получил. Это только что закончился фильм. Сейчас с вами буду делиться эмоциями. И первое, что хочется сказать, нам подарили постер с автографом Кеши. Позже вам его открою, покажу. Сейчас попробую поделиться, что, в общем, было в фильме. Продолжаю записывать это видео уже дома. Да, это мой дом. Здесь, в Нью-Йорке. И, может быть, когда-нибудь я сделаю выпуск про то, где я живу. Что у меня за квартира. С кем я живу. Как это все выглядит. В каком это районе находится. Так вот, пока о моих эмоциях от просмотра документального фильма от Кеши Рейнболдафилм. Мне в целом все понравилось. Наверное, начну с того, что было очень много сцен красивых в самом фильме. Были смешные моменты того, как она репетировала. Какие-то искренние моменты, как она плакала перед выступлением и перед получением Грэмми в 2017 году. Также было интересно погрузиться в маленький этот мир фанатов Кеши и почувствовать, что это за люди, что они делают, какую они музыку слушают. Вообще, что происходит и what's going on. Короче, после этого, мне кажется, уже мне будет по-другому восприниматься музыка Кеши и как-то буду уже воспринимать эту музыку как что-то, не знаю, что-то близкое. Вот Кеш как будто бы это как-то, что-то вроде моего друга, что ли. Я не знаю, то же самое, когда я хожу на концерт, например, русских или будь то иностранных артистов. Там вот недавно мы были на Бьонсе и Джей Зи. Тоже воспринимается все немножко по-другому, потому что ты как будто видел этого артиста вот близко рядом с тобой. И это вроде как не где-то там какая-то далекая звезда, которая поет о чем-то там непонятном, а это вот человек, который находится рядом с тобой и вот поют песни, которые они сами пережили и просто делятся своими эмоциями. Вот, что еще можно сказать? Да, кстати, это был постер, который нам подарили после фильма. Давайте его откроем, покажу я его вам. Он должен быть с автографом Кеши и открывает его тоже в первый раз. Вот, в общем, такой постер. Apple Music здесь сайн, потому что этот фильм будет только на Apple Music. Поэтому вот, в общем, такой постер. Вот здесь автограф Кеши. Кто фанат для него, наверное, это что-то значит. Но для меня максимум мы, наверное, повесим этот плакат у себя в офисе Global Vision в Казани. Так что, если вам интересно, или кто хочет купить этот постер, пишите мне в директ и в личные сообщения. Ну вот, что еще было интересного? Перед самим фильмом выставил брат Кеши, рассказал, как снимался фильм, что вообще они делали, что они подразумевали, что они хотели показать. Было тоже интересно. И я сделал одну фотку перед началом фильма. Вот, может быть, сюда сейчас ее вставлю. Да, все делали такие фотографии. Я тоже сделал. Классно. И, в общем, на этом все. Спасибо большое. Это один из немногих блогов, которые я снял в этом году. И, надеюсь, буду продолжать это делать. Все, теперь можно снять этот браслет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!